Если Вы хотите навредить своему врагу, не вызывая подозрений, подбросьте ему в кровать нашего сегодняшнего гостя. Член якудзы от мира рептилоидов способен справиться даже с крокодилом. Что уж говорить о голой обезьяне, правда подкинуть чешуйчатого киллера незаметно будет непросто, так как спрятать четырехметровую штуку весом в 100 кг очень сложно. Встречайте иероглифового питона или скального питона – очень крупную, не ядовитую змею из рода настоящих питонов. Это одна из четырех крупнейших змей в мире, длина тела скального питона может превышать 6 метров, а вес достигает почти 100 кг. Хотя обычная длина иероглифовых питонов не превышает 5 метров, а масса обычно составляет около 50 кг. Туловище этой змеюки довольно стройное, но более массивное, чем, например, у сетчатого питона. На голове сверху располагается треугольное пятно и темная полоса, проходящая через глаз. Живут эти маленькие змеюки на территории к югу от Сахары до Африканского рога. Обитают обычно в саванне, тропических и субтропических лесах. Змеи с японскими татуировками вообще не напрягаются в плане рационов. Новорождённые африканские анаконды с удовольствием пообедают крупными насекомыми и мышками, а вот чешуйчатые покрупнее переходят на рацион в виде земноводных и мелких хищников. По-настоящему же здоровые рептилоидные морды не стесняются включить в свою пищевую цепочку антилоп и даже крокодилов. Но как же оставаться незаметным для других африканских хищников, которые так и норовят съесть всё, что движется? Ведь Африка — континент, где всё живое заточено на убийство, а наш питон совсем не маленький, и спрятать четырёхметровую рептилоидную тушку весьма затруднительно. Спасает нашего скального питона камуфляжный окрас, ведь коричневое тело, покрытое замысловатыми узорами чёрного и бежевого цветов прекрасно маскируется среди густых зарослей африканских джунглей. А сейчас минутка интересных фактов. Все вы прекрасно знаете, что питоны убивают своих жертв смертельными обнимашками. Но мало кто в курсе истинных причин смерти затисканного животного. Дело вовсе не в недостатке кислорода, как считают многие, а в перекрытии кровеносных сосудов. Змея сжимает тело с такой силой, что кровь больше не может разгуливать по венам, и добыча просто-напросто отрубается уже спустя минуту. Ну, а хорошо зафиксированное животное в предварительной обработке не нуждается, и узорчатый киллер заглатывает добычу. В один прием, на случай повышенной сопротивляемости жертвы, пасть питона снабжена заостренными клыками толщиной с мизинец. Такие приспособления быстро и качественно отправят на тот свет даже самого живучего борца за собственное выживание. Однако, несмотря на всю свою силу, один из самых больших змеев на планете – это далеко не высший хищник африканских джунглей. Мало того, что боевым змеям время от времени закусывают те же самые крокодилы и леопарды, так им же не посчастливилось соседствовать с самим недоедом, потому что как мелкие, так и отожравшиеся змеюки идут на обед безбашенному африканскому повелителю. Впрочем, гибель от лап других животных никак не вредит иероглифовым питонам, ведь размножаются они весьма быстро и в течение всего года. Так как скальные питоны добиваются внимания своей чешуйчатой принцессы, это отдельный разговор. Сцепившись друг с другом в страстной схватке, они начинают нещадно царапать друг друга. А знаете чем? Анальными шпорами. Бывает такое. Победитель же в таком попном бою получает не только респект, но и самочку, с которой он предается любви. Как только придет время, мамочка оставит криминальные делишки по уничтожению африканской фауны и заляжет на дно вместе с сотней своих детишек. Пока зародыши эволюционируют в змей, мама ни на шаг не отходит от кладки, питаясь только уже накопленными с запасами жира, а спустя три месяца молодежь покидает свои убежища. Однако еще две-три недели скальные змеёныши далеко друг от друга не расползаются, ибо в компании не только веселее, но и безопаснее. Ведь комок будущих злобных африканских анаконд съесть просто так не получится. И только после первой леньки эти шнурки отправляются в наполненный опасностями мир, дабы через два-три года начать плодить новых гигантских змеюк, поддерживая мировой резерв огромных душителей. Живет иероглифовый питон до 25 лет. Эти рептилоидные якудзы отличаются крайне агрессивным поведением, известны случаи нападения на человека с летальным исходом. Например, в 2002 году иероглифовый питон проглотил в Южной Африке 10-летнего мальчика. Основной же угрозой для самих скальных питонов, за исключением человека, являются нильские крокодилы, леопарды и, конечно же, медоеды. Ну а кроме того львы, гиены, тупорылые крокодилы, нильские вараны, боевые орлы, большие группы шакалов и даже бородавочники в некоторых случаях могут успешно нападать на них. В общем, все, кто живут на Черном континенте. А как Вы думаете, кто сильнее, иероглифовый питон или же его южноамериканская родственница? Пишите в комментах. Также обращаю Ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Пока я сделала великого медоеда и его русскую сестричку росомаху. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного Вы хотели бы увидеть в следующем видео. И делиться этим видео с друзьями, это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео, там много интересного. С вами был канал о животных Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч.